Ремастеры и обновлённые издания игр штука непростая. Старые фильмы можно вернуть к жизни, отсканировав исходную плёнку в высоком разрешении, почистив её, отреставрировать звук и таким образом получить материал, достойный 4К-экранов. С играми ситуация иная. Какие-то из них можно воспринимать как есть, но с годами таких становится всё меньше. Если не из-за решений по дизайну, то из-за графики низкого разрешения или технических особенностей. Восстановить игру с нуля и сделать её пригодной для употребления сложно, и этой дорогой мало кто идёт. С Commandos 2 HD так тоже не случилось, но ситуация тем не менее вышла интересная. И здесь мы посмотрим как на оригинальную игру, так и на ремастер, поговорим о цензуре. И немного о технической части. Первый релиз Commandos состоялся в 98-м году, и это была изометрическая экшн-стратегия или тактическая головоломка на тему отряда спецназа во Второй мировой. Тогда игр на тему столь богатого на события конфликта было мало, чаще симуляторы или условные варгеймы. Но игра получила признание, обросла аддоном и клонами типа Desperados и Robin Hood. И вот через три года те же испанцы Pyro Studios выпустили продолжение. В своё время Commandos 2 был очень красивой игрой. Изометрическая графика всё ещё была везде, но вот тут искусство и техника живописи были подняты на новый уровень. Яркие, богатые детальми локации, полигональные персонажи и техника на картах, красивая вода, погодные эффекты, интересная игра освещения и возможность вращать камерой. И это в изометрии с прирендеренной картинкой. Бесподобно. Всё остальное выросло в количестве больше героев, больше умений, простых и сложных девайсов, видов оружия, техники, заданий. В общем, Commandos 2 в 2001 сорвала не только пальмовую ветвь и не одну, но и натряс автором орехов с этого дерева. Хороший источник белка и жиров, знаете ли. Про остальные игры серии я здесь говорить не буду, скажу лишь, что третья часть многих расстроила введение в ней ограничений по времени, а четвёртый вовсе стал шутером, пусть и тактическим. А сами Pyro давно перешли на рынок мобильных и казуальных игр и к этой игре отношения не имеют. В Commandos у нас есть отряд солдат, который умеет выполнять базовые функции. Бегать, стрелять, бить по лицу, подбирать предметы, но также каждый из них имеет свои уникальные навыки. Шпион может переодеваться, вор красть и вскрывать, водитель управлять техникой, снайпер работать издалека и так далее. По нескольку у каждого. Только объединив усилия и грамотно используя всех вместе, можно продвинуться и решить поставленные цели. При этом Commandos это не экшен, а основан на использовании стелс-механик, зон видимости, приманок, звука. Это добавляет другой уровень симуляции к уже комплексной идее. К тому же умения можно объединять, например, использовать сапёру, чтобы установить мину, а затем на неё сверху положить какую-нибудь приманку или положить снайперы в кусты. Наверное, это против Женевской конвенции, но у вас тут жалеть никто не будет. Или можно усыпить стражевых псов, подсыпав им в корм снотворного, или использовать акваланг, чтобы подобраться поближе под водой. Или иногда можно просто сесть за руль машины и просто сдавить врагов, не пользуясь стелсом. Каждый уровень требовал многоэтапных решений и планирования, часто требуя использования нескольких героев в тандеме. Один отвлекает, другой проникает, а третий пользуется подручными средствами. И так, миссию за миссией. Но что могли исправить в 2020-м? Не сложно понять, был ли доступ к средствам разработки исходного кода прочим материалам? Я думаю, что нет. Не похоже, чтобы издатель Калипса или доработчик Yippie Games как-то были связаны с оригинальными авторами. Но Командос 2 популярная игра, к ней есть фанатский редактор уровней, объектов, графики, даже были дополнительные миссии. Ремастер официально обещает Full HD графику, переработанный интерфейс и туториал, ну и всё то, что сделало эту игру хорошей в 2001-м и дальше. Пройдёмся здесь по списку. Игра запускается в нативном разрешении и работает без проблем, с корректным соотношением сторон и без чёрных полос по бокам. Не нужно объяснять, что тогда широкоэкранных дисплеев почти ни у кого не было, и соотношение сторон 4 на 3 было нормой. У меня возникли лишь проблемы с воспроизведением чёрно-белой хроники в начале, но в остальном их не было. Графических настроек минимум, разрешение, сглаживание и качество изображения. Это относится, видимо, к освещению и 3D-моделям. Следующий пункт – интерфейс. По сравнению с 2001-м он претерпел немного изменений. Скорее, его перерисовали для высокого разрешения. И это касается не только рамок и кнопок, но и говорящих голов персонажей и даже изображений предметов в инвентаре, почти все из которых выглядят немного по-другому. И снова, тут разве что возможность в любой момент выйти в меню и поменять настройки, чего в оригинале не было. Ну и туториал, не то чтобы сильно переработанный, но более явный, всплывающий подсказки и на карте видно, где находится следующая порция знаний. Вроде бы туториал тут не такой большой, но я поясню, командос – игра непростая со многих точек зрения. Это не шутеры, хотя здесь можно стрелять и ваши герои умирают от пары очередей. Чтобы научиться управлять эффективно, нужно запомнить горячие клавиши. Для основных команд они понятны, но для умений каждого персонажа и всех предметов они уникальны. Всего тут 90 сокращений, и это не шутка. И вам предлагают изучить основы за две небольшие миссии. Небольшие по протяженности, но будьте готовы неоднократно проиграть в каждой из них. По многу раз и позорно. Но, так бы я сказал раньше, но сегодня я считаю, что игры должны быть что-ли полюбезнее к играющему. Здесь все портит тот самый интерфейс. Казалось бы, почему нельзя вызвать слот на экране клавишей, а не нажимать специальные кнопки для винтовки, пистолета или огнемета? Почему нельзя использовать колесо для зума, карты? Впрочем, пока я делал этот обзор, этот момент успели поправить в патче. Почему нельзя вызывать героев кнопками, а нужно помнить их жестко задные позиции? Если у вас три персонажа, чтобы между ними переключиться, нужно нажать не 1, 2, 3, а скажем 2, 4, 9. Почему? Ну, вот так. Для отмены иногда требуется нажать правую кнопку мыши по несколько раз, пока герой бегает по экрану. Не всегда сразу понятно, какой из команды сейчас активен. А ведь игра-то у нас про будни лазутчиков. В тылу врага и в реальном времени, пока мы вспомним, как там присесть и вычесть карту, нас успеют переехать 3 танка и тележка с навозом. Новый интерфейс убивает не только игру, но и нервные клетки. В комплекте стоит класть видеокурс по дыхательной йоге, чтобы просто успокоиться. В оригинальных релизах в комплекте шло предложение купить вот такой выделенный девайс. Мини-клавиатуру, куда можно было класть лист с командами для игры. Но если вы справитесь с туториалом, то увидите игру во всей красе. Здесь большие и относительно очень большие карты с несколькими ярусами. В изометрической игре можно было подсматривать через замочную скважину в помещении, при этом выводилось небольшое окошко в 3D. Вот Pyro не кудесник или программного кода. Несмотря на то, что игра как бы в полном HD, картинка выглядит странно. Ну, она более четкая, чем в игре, где максимальное разрешение было 1024-568, но какая-то местами смазанная. Как будто дешевая туалетная бумага, где есть и вкрапления газетных вырезок, и картоны, и фольги. Такая мультимедийная в нашей стране действительно есть. Но тут мне стало интересно, почему графика выглядит так странно, когда вариант 2001 года был синонимом четкости. Я посмотрел в ресурсах игры, и оказалось, что все карты состоят из нескольких картинок в разрешении 2048 на 2048. То есть не так уж и мало, но когда я их открыл, стали видны артефакты, и нет, они не волшебные. Стало очевидно, что создатели ремастера воспользовались услугами программ с машинным обучением, чтобы увеличить разрешение и детальность картинок. Если вкратце, то программу тренируют на моделях, где есть тематические изображения, будь то камни, трава, горы, или, например, сразу пейзажи, или портреты людей. И программа учится понимать последовательности, где они находятся на картинке, и добавлять туда деталей, на основе уже изученного, которых там не было. В теории круто, на практике результаты различаются. Лучше всего как раз даются такие пререндеренные изображения. Больше всего страдают надписи, потому что программы не распознают текст и относятся к нему как графики. Конечно, его можно затереть и потом написать заново, что было сделано в Commandos в нескольких местах, но видно, что часть вывесок пострадала. Часть деревьев выглядит смазанно, дорожная плитка лежит как-то странно. Если присмотреться, то можно найти немало артефактов от такого переноса. К слову, как сделали этот ремейк? В папке с игрой можно найти архив на гигабайт, где хранятся данные из оригинала, даже надписи на испанском. Кроме текстур, карты и 3D моделей. А это переехали в формат Unity. Да, Commandos 2 HD не просто об скейл графике, это игра перенесенная на другой движок. И это делает ее довольно уникальной. В архивах с ресурсами можно найти и прочие интересные вещи, вроде карт геометрии уровней, которые были в таких играх с рисованными фонами, где находились невидимые 3D стены. Другое отличие от оригинала в модельках техники и персонажей, которые здесь изначально были полигональными. В ремастере не только перерисовали трехмерные модели, но и сделали им новые говорящие головы. И здесь улучшений в анимации, текстурах, эффектах заметно больше всего. Хотя анимации, пожалуй, претерпели меньше всего изменений. Но это видно только при близком сравнении. Пожалуй, вот это стоило выносить в рекламный текст о переиздании, а не туториал или что там еще было. Еще одно отличие графики в издании HD это цензура. Вернее, сама цензура, нет. Это все же цензура, потому что игру сделали Pyro в 2001 году, а вы просто препарируете дохлую лошадь. Что же может попасть под нож в тактической стелс-игре с видом в 3 четверти? Разные символы, которыми в то время выделялись воюющие державы. В команда с 2 HD вы не увидите свастик, крестов и даже японских солнц. Вместо них пустое место. По словам доработчиков ремастера, все для того, чтобы иметь один релиз для всех стран и не модифицировать файлы. Конечно, свастика на повязке у Уберштюрмфюрера размером с ноготь или пустые крылья самолетов невелика потеря. Если вы только не испытываете какие-то трепетные чувства при созерцании символики проигравших сторон с уродливыми идеологиями, но тренд несколько неприятный. Все же игра Второй мировой пытается показывать какие-то реальные эпизоды из нее, а в ней воевали между собой известные страны, хоть сколько их символику не запрещают. А если идти той же дорогой, то можно вместо Германии и Японии сделать какую-нибудь обезличенную конфедерацию самодержавных анклавов. Как это любят делать иногда в японских играх. Да и демонстрацию советских символов где-то в мире тоже под запретом. Хотя нежелание мелкой компании возиться с региональными особенностями тоже понятно, пусть она сама находится в Германии. Но сейчас основная проблема Commandos 2 HD не в микроцензуре или том, что здесь не добавили новых фич, а в том, что некоторые старые остались за бортом надувного плота с оперативниками. До патча 1.0.8 водитель, один из ваших спецназовцев, не мог рыть ямы в земле и правильно бросать коктейль Молотова, который прилетал почему-то в какие-то фиксированные места. А это специфичные умения этого персонажа, без которых проходить будет сложнее. До патча 1.0.2 не было зума колесом прокрутки и местами пропадали модели персонажей, и это лишь малая доля исправленного, менее чем за две недели от запуска. В игре даже появилась благодарность тем, кто страдал и мучился, отыскывая баги в бета-версии, но ирония ситуации в том, что бета-тест не закончен, он продолжается, и в нем продолжают вылавливать существенные баги. Я даже не буду говорить про периодические падения скорости, я уже понял, что глупо жаловаться на производительность в Юнити. От наших жалоб количество специалистов по нему не вырастет. Ну и самая мякотка, я не планировал проходить игру. Я это когда-то уже сделал с обычной версии, которая у меня лежит на диске, но здесь я даже не смог выполнить намеченную программу, потому что сохраненные игры под конец испортились. Такого я не встречал очень давно. Чем же здесь подытожить? После десятков, если не сотен пользовательских апдейтов графики в старых играх с помощью программ машинного обучения, мы получаем официально изданную игру, где технологии нашли применение. Возможно оно не идеальное, но при отсутствии исходных материалов лучше сделать было бы сложно. В Commandos 2 HD хорошая музыка, неплохая хоть и где-то скукожившаяся графика, не очень удобное управление, отсутствие современных удобств, типа паузы. Ну, в конце концов, те, кто хочет ванильную версию, как было, могут купить оригинал, который, кстати, тоже есть в цифровых магазинах. А эту можно было причесать и уложить получше. Кстати, здесь еще отсутствует сетевой режим, который пользовался определенным успехом в оригинале. Там вы могли соединяться со своими друзьями, и каждый мог управлять своим Commandos. Кстати, Калипсо почти одновременно выкатили ремастер другой игры Pyro. Бретарианцев, уже стратегия в реальном времени, с полностью полигональной графикой. Впрочем, я надеюсь, что Commandos доведут до ума, патчи уже вышли. Главное понимать, что к большей части ремастеров, сколько бы хороши они не были, всегда найдутся претензии. Либо от поросших мухом фанатов, которым не все по-старому, либо от тех, кому недостаточно много по-новому. Ну еще и тем, кому не хватает свастек и железных крестов по жизни. Почему-то число ноющих на эту тему превышает число недовольных по первым двум. Ну а с вами был Virgil. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте про нашу группу ВКонтакте и Патреон. И увидимся в новых выпусках.